Живопись, музыка, поэзия. Переплетение звуков в переплетении творческих судеб. Понять, почувствовать, услышать. Очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой. Исаак Левитан. Он был любимый ученик в Московском художественном училище у своих преподавателей, прежде всего у Саврасова. Его работу на одной из первых непрофессиональных выставок сразу же купил Павел Третьяков. Его пейзажи вдохновляли на создание литературных произведений. Достаточно вспомнить, что именно его пейзажи, они входят в канву литературную Антона Павловича Чехова. Он создает более тысячи картин. Он удивительный ровный художник. И среди этой тысячи картин, как правило, каждая из них – вершина. Вершина творчества, вершина самовыражения. Вершина удивительного ощущения Левитаном русской природы. Но вместе с тем есть среди этой тысячи картин, созданных Левитаном, и еще сорока незавершенных им после смерти, есть одна, которую он сам выделял, как, впрочем, выделяли и современники. Он о ней пишет Третьякову. В ней я весь, я всей своей психикой здесь, со всем моим содержанием. Именно эту картину Лев Толстой назвал молитвой немой души, души Исаака Левитана. Эту картину вы уверенно знаете. Она называется «Над вечным покоем». Одному из своих друзей он пишет. «Я никогда еще не любил так природу, никогда еще так сильно не чувствовал это божественное, нечто разлитое по всему». Он пишет «Над вечным покоем» в 1894 году. Композиция этого пейзажа соединяет как бы две стихии, водную и небесную. И в центре, на острове, естественно, на земле, стоит небольшой храм, в котором слегка пробивается какой-то освещенный участок в окне апсиды. Один из современников, восхищенный этой работой Левитана, так о ней писал. «Это какая-то пучина спокойствия, неземного, нечеловеческого спокойствия. Горизонт захватывает дух, как он необъятно велик. Безмятежное небо распространилось над небольшим тускло-зеленым бугорком земли, над сельским кладбищем». На момент создания этой картины Левитану было 34 года. Он написал ее под Вышним Волочком. И то, что мы знаем о жизни художника в это время, до или после, как это все не вяжется с тем восприятием того, что мы видим на этом пейзаже, над вечным покоем. Когда я еще давным-давно, не в очень осознанном возрасте, смотрела на эту картину, я почему-то сразу же думала о том, что она созвучна Бетховену. Вот она созвучна Бетховену. И уже впоследствии, относительно недавно, когда я читала воспоминания о Левитане, его письма, то в том числе воспоминания Софьи Кувшинниковой я прочитала, что когда Левитан работал над вечным покоем, он просил ее исполнять бетховенскую героическую сонату. О героической сонате Бетховена говорили, что именно она – это и есть сам Бетховен. По силе выражения, по силе той напряженной эмоции, которая звучит в этом бетховенском произведении. Левитан любил, конечно, не только Бетховена, но еще одним из его любимых композиторов был Вагнер. Он особенно любил Лонгрина. И в том числе, как вспоминает та же самая Кувшинникова, он очень любил сцену прощания с Эльзой. И вот как раз это произведение Вагнеровское, на мой взгляд, в значительной степени и раскрывает тот мир, сложный, переплетенный с сомнений, измучений, из постоянных поисков, отрицаний, который и являл собой вот этот духовный мир Исаака Левитана. Еще один гений, Валентин Серов, пишет портрет Левитана примерно в то же самое время, когда Левитан создает свое произведение «Над вечным покоем». Серов пишет Левитана в мастерской, которую, можно сказать, подарил художнику его покровитель Сергей Морозов. Это очень удобное, просторное помещение, но Левитан изображен Серовым, сидящим на темном фоне, в темном пиджаке, и лишь только небольшие детали белого воротника, рубашки и манжета на опущенной подлокотнике кресла руке. Вот, собственно, и лицо Левитана, светлые такие цветовые композиционные пятна. Но когда смотришь, то как, что называется, ухватил Серов всю сложность, всю драматичность личности Левитана, абсолютно лишенного вот того, что мы видим в эмоциональной составляющей его пейзажа над вечным покоем, удивляешься гению Серова и тому, как этот человек мог носить в себе этот мир. Ведь Левитан же дважды пытался покончить с собой в довольно юном возрасте и уже в зрелом. И когда читаешь его письма, они часто полны такого отчаяния, отчаяния, что, опять-таки, приходишь в удивление. Как после этого отчаяния, что он называет бесконечной хандрой, он может это преодолеть и создавать то, что он создавал. Он очень часто пишет своим друзьям, и, конечно, прежде всего Антону Чехову, он дружен был со всей семьей Чеховых, где он находил то, чего ему так всю жизнь недоставало – семьи. У него рано очень умер отец, мать, большие сложности всегда он испытывал финансовые, пока вот сам не смог своим трудом зарабатывать деньги и не нашел покровительства в лице, скажем, вот таких людей, как Третьяков, как Морозов. И его полны отчаяния, как я сказала, письма. «Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собой? Это, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие. Почему я один? Почему женщины, бывшие в моей жизни, не принесли мне покоя и счастья? Быть может, потому, что даже лучшие из них – собственники. Им нужно все или ничего. Я так не могу. Весь я могу принадлежать только моей тихой, бесприютной музе. Все остальное – суета-сует. Вы знаете, кроме признания его о собственном олицетворении личности в пейзаже над вечным покоем, когда я смотрю его пейзажи, посвященные осени, я думаю, что вот это тоже его дневник живописный как раз тех ситуаций, тех смятений, которые он называл вечный хандрой. И вместе с тем, все, что я вижу на портрете Серова Исаака Левитана, я все читаю, конечно, в блистательных строках Александра Сергеевича Пушкина, которую он посвятил осени. Дни поздней осени бронят обыкновенно, Но мне она мила, читатель дорогой, Красою тихую, Блистающей смиренно, Так нелюбимое дитя В семье родной К себе меня влечет. Сказать вам откровенно Из годовых времен Я рад лишь ей одной, В ней много доброго, Любовник нечиславный, Я нечто в ней нашел, Мечтой сувенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, Как, вероятно, вам, Чахоточная дева порой нравится. На смерть осуждена, Бедняжка клонится без ропота, Без гнева. Улыбка на устах У вянувших видна, Могильной пропасти Она не слышит, Дева. Играет на лице еще багровый цвет, Она жива еще сегодня, Завтра нет. Унылая пора, А чей очарование, Приятна мне твоя Прощальная краса, Люблю я пышное Природы увядания, В багрец И в золото Одетые леса. В их сенях ветра, Шум и свежее дыхание, Мглой волнистую Покрыты небеса, И редкий солнцелучий, Первые морозы, Отдаленные Седой зимы Угрозы. И с каждой осенью Я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен Русский холод, К привычкам бытия Вновь чувствую любовь, Чередой слетает сон, Чередой находит голод, Легко и радостно Играет в сердце кровь, Желания кипят, Я снова счастлив, Молод, И снова жизни полон. Таков мой организм. Извольте мне простить, Ненужный Прозаизм. Левитан умирает, Когда ему не исполняется Даже сорока лет. Умирает он четвертого августа В еврейском календаре. Это один из самых трагических дней. Это день разрушения Двух иерусалимских храмов. Когда стали Левитана готовить К погребению, То оказалось, Что у него на шее Крестик Нательный. Так он и рвался Между религией отцов И тем, Что его окружало. Он небо выкрестал, Но православие Имело для него Очень важную роль. И вот сначала Левитана Похоронили На участке Еврейского кладбища Дорогомиловского В Москве. А потом Перенесли На Новодевичье кладбище Уже, правда, В сороковых годах. И сейчас Почти рядом Две могилы. Исаака Ильича Левитана И Антона Павловича Чеха. Вот это Русская жизнь. Вот это Русская культура. Вот это Русская история. Очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова